Здравствуйте, дорогие друзья! 24 ноября 2016 года. Канал «Артподготовка» программы «Периферийное зрение». Сергей Окунев в эфире уже по традиции в 19.00 и со мной в студии Евгений. Здравствуйте! В общем-то, рад вас всех приветствовать. Напоминаем о том, что у нас изменения в расписании происходят. И сейчас мы, в общем-то, находимся, входим, скажем так, в наше уже стандартное расписание. Это вторник, четверг, суббота. Поэтому сегодня вот четверг. Вы нас видите, слышите, я надеюсь. Так, пардон. Видите, слышите, надеюсь. И в следующий раз вы нас увидите и услышите уже в субботу. Да, и пишут нам письма. Спасибо тем, кто пишет нам письма. Напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте. У нас есть электронная почта. Все ссылки есть в описании. У нас есть моя личная страница, которая периодически тоже заваливает вопросами. Я периодически стараюсь как-то ее очищать от этих вопросов и отвечать вам. Пишут письма. Вот задают следующий вопрос. Точнее, даже не вопрос, а новость нам присылают. Здравствуйте, Сергей. Вячеслав Вячеславович в своей программе отмечал, что сотрудники ГИБДД, гоняющие нарушителей, могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Подтвердились данные события. Присылает нам ссылку. С уважением Михаил из Сибири. Большое спасибо Михаилу из Сибири. Действительно, произошло дорожно-транспортное происшествие в Красноярске. Полицейские там попали в серьезную аварию. Действительно, неоднократно об этом говорили. Вообще, скажем так, политика полиции, странное такое словосочетание, политика полиции на тему того, что устраивают какие-то безумные гонки за нарушителями, особенно в Саратове или в каких-то маленьких городах, где маленькие узкие дороги, где пешеходные зоны никак не огорожены, где светофоры через каждые 100, иногда и меньше 50 метров. Конечно, это неправильная политика, особенно когда это происходит, когда это делается из-за каких-то незначительных нарушений, из-за какой-нибудь тонировки. Я уж точно не сторонник тонировки, но когда из-за какой-то тонировки устраивают погоню, и это заканчивается дорожно-транспортным происшествием, и ладно, когда пострадали полицейские. Они хотя бы, в общем-то, знают, чем они занимаются. Это работа, которая сопряжена с определенной опасностью. Но когда страдают прохожие, когда страдают вообще случайные люди, то это, конечно, очень страшная ситуация. Спасибо вам за то, что присылаете нам новости. Перейдем, в общем-то, к основному списку сегодняшнему. Голодающий 16 дней депутат почувствовал себя хуже. Да, продолжается нам, опять же, эту новость, кстати, прислали наши соратники. Председатель райсовета и губернатор Омской области прокомментировал голодовку депутата Андрея Ягодкина из-за роста тарифов. Давайте я вам для начала покажу, как выглядит Андрей Ягодкин. Это действительно человек, который требует уважения, в принципе, молодой достаточно мужчина, который в Омске, будучи депутатом, протестует против роста тарифов. В чем, собственно, суть его протеста и почему он решился на голодовку, которая длится, к слову, уже 16 дней и, в общем-то, влияет на его самочувствие непосредственно. Ситуация следующая. Из 18 депутатов на заседании, значит, Омского депутатского совета присутствовали только 13. Из них 7 проголосовали за повышение тарифов, 3 против и еще 3 воздержались. То есть, таким образом, согласно действующей в Омске, действующего регламента, не хватает для каворума количества принятых, в общем-то, голосов. То есть, законопроект должен быть поправки, должны быть не приняты. Однако, они были приняты и люди платят за коммунальные услуги с фактически непринятым решением совета. Причем, об этом сообщает даже прокуратура Омской области. Да, однако, вот губернатор и председатель Омской областной думы говорят как раз об обратном. Говорят, что, в общем-то, если будет решение суда о том, что заседание проводилось с нарушениями, тогда, в общем-то, и данные поправки не будут приняты. Да, ну и Андрей Ягодкин, в общем-то, начал голодовку. Голодовку уже достаточно большое количество дней назад. Председатель... Не суда. Председатель думы относится к этому отрицательно. Странно, правда? И он заявил, что депутат не умеет общаться и назвал его акцию личными обидами. Неплохие такие личные обиды. Вот личные обиды перешли к тому, что на сегодняшний день вес депутата снизился на 14 килограмм. То есть он теряет примерно по 1 килограмму в день. И, вообще-то говоря, как бы нас смотрят врачи. Я знаю, я не врач, но вот врачи напишите нам, пожалуйста. Я так понимаю, что это, ну, как бы шутки шутками, но человек подходит к тому, что, в общем-то, очень серьезные могут быть у него проблемы со здоровьем вообще на всю жизнь. Да, то есть это может закончиться очень серьезно. И я уж не знаю, какие у него личные обиды, которые, в общем-то, ставят под угрозу всю его дальнейшую жизнь и здоровье. А еще вот председатель главы района, значит, заявил, что это политический экстремизм. Но я думаю, что это самая лучшая вообще форма похвалы, в общем-то, для этого депутата, политический экстремизм. Если у кого-то есть возможность, я не знаю, какие у него настроения у этого депутата, да, голодающего. Если он готов, в общем-то, выйти с нами в эфир, я с удовольствием предоставлю ему эфирное время, мы с ним пообщаемся. Он объяснит, в общем-то, в чем суть его протеста и как долго он планирует продолжать этот протест. Я думаю, что было бы очень интересно послушать и пообщаться. Однозначно молодец. В Комсомольске-на-Амуре обнаружили трамваи с дырявым полом. Да, видео обошло, в общем-то, весь интернет, но, конечно, трамвай не с дырявым полом. В трамвае снятые, открытые и снятые технические окна, через которые видны, в общем-то, механизмы, которые приводят в движение трамвай. Ну, естественно, такой трамвай не должен находиться на маршруте, это совершенно очевидно, потому что, помимо того, что это просто, ну, скажем так, как неэстетично, да, то есть трамвай в некрасивом, что ли, виде, я не знаю, как это назвать правильно. Но это еще и может к очень серьезным последствиям привести, то есть достаточно большие механизмы, которые приводят в движение трамвай, находятся открытыми. То есть если кто-то просто не обратит внимание, там, идешь, я не знаю, читаешь что-то, заходишь в трамвай, твоя нога попадает в эту дырку в полу и между какими-то шестеренками оказывается. Я думаю, что может очень серьезно закончиться, но, в общем-то, хочется порадоваться, что в Консомольске-на-Амуре вообще еще остались трамваи, потому что вот мы слышим в последнее время оптимизацию, да, у нас общественного транспорта начали, поэтому как решить проблему со старыми и, в общем-то, неработающими трамваями в Консомольске-на-Амуре. Отменить трамвай в Консомольске-на-Амуре, это классическая схема, будем надеяться, что как-то иначе, в общем-то, будет развиваться ситуация там. Система Платон получила премию Рунетов в номинации «Технологии и инновации». Замечательная новость, но, во-первых, система Платон, если мы говорим именно о ее технической составляющей, да, о сайте, о вообще системе, то это кусок говна, который собрал школьник на уроке информатики и причем получил за это тройку, вот. Вот. Почему я так считаю? Потому что, во-первых, если кто-то не помнит, когда вводилась в систему Платон, были большие протесты дальнобойщиков, потому что, во-первых, люди не хотели за нее платить совершенно обоснованно, а те, кто хотел за нее платить, ну не хотел, те, кто все-таки согласились, вот так скажем, за нее платить, они этого сделать не могли. Вот была парадоксальная история. Причем я в этом знаю лично, я приезжал на встречу с дальнобойщиками в Саратове, в поселке Солнечный, они собирались на акцию протеста, и мне лично показывали, что вот этот сайт Платона, вот мы готовы заплатить, допустим, эти деньги для того, чтобы выйти на маршрут, но мы не можем этого сделать, потому что сайт не работает. Вернее, он работает до определенного момента, после чего он падает, и оплатить, в общем-то, невозможно. То есть, представляешь, огромное количество дальнобойщиков в России, я не знаю, сколько их там, десятки тысяч, наверное, если всех считать, да, от самых мелких, которые перевозят какие-то посылки, и до самых крупных, они просто были парализованы, потому что мало того, что ввели новую систему оплаты, так она еще и не работает. И теперь эта система оплаты получает, в общем-то, премию в рейтинге, в номинации технологии и инновации. Ну, это, конечно, очень странно, мягко говоря. И вот это премия Рунета, интересный, очень интересный конкурс, вот до недавнего времени. Расскажу, ладно, романтическую историю расскажу. Романтическая история связана с тем, что мы хотели поучаствовать в этой премии Рунета. Значит, я предложил Вячеславу Вячеславовичу подать заявку на участие канала «Артподготовка» в премии Рунета. Это было примерно месяца полтора назад, ну, после окончания выборов, скажем так. Вот, причем, естественно, было совершенно очевидно, что мы ничего там не займем и не получим, потому что, если говорить про блогерскую среду, то там участвуют конкурсанты, скажем так, номинанты, у которых там несколько миллионов подписчиков, и в этой градации мы, конечно, не можем конкурировать. Но мы хотели подать, в общем-то, заявку на участие в номинации «Борьба с экстремизмом в интернете». По-моему, это очень здорово, и причем там же обязаны каждому дать слово на награждение, да, то есть каждый должен объяснить, почему именно его проект так или иначе борется с экстремизмом в интернете. Вот если бы «Артподготовка» подала бы, значит, в номинацию «Борьба с экстремизмом в интернете», то, я думаю, нужно было бы выйти и сказать все очень просто. Главный экстремист в России – это Путин, и мы своим каналом, в общем-то, боремся с экстремизмом в интернете. Это очень было бы неплохо, и очень большая аудитория у премии «Рунета», там со всего мира приезжают журналисты, блогеры, известные какие-то люди. Ну, в общем, так или иначе, это была, конечно, такая шутливая акция, естественно, с целью такого политического экстремизма, да, как в Омске, политического экстремизма. И мы, в общем-то, от нее отказались, решили, что, в общем-то, времени просто нету тратить на шутки и на какой-то юмор. «Памятную доску Колчаку в Петербурге завесили плакатом с Волом де Мортом». Сначала я ничего не понял, потом я понял чуть больше, но все же. Цитата «Прямая речь организаторов сия акции» заключается в следующем. «Мифология, насаждаемая с подачи невежественных деятелей вроде министра бескультуре Мединского, имеет такое же отношение к сложной и противоречивой истории нашей страны, как фэнтези о Гарри Поттере». В принципе, в этом логика есть. Кстати, я вам сейчас покажу фотографию данной доски и, в общем-то, то, что с ней сделали. Логика в его словах есть, однако я, если честно, не очень понял, почему именно... Вообще, люди, которые борются с... У нас почему-то в последний год пошла такая волна борьбы с каким-то памятниками, борьбы с, я не знаю, памятными досками. То есть люди борются с Колчаком. До этого люди боролись с Маннергеймом. Но вот мне неинтересно бороться ни с Колчаком, ни с Маннергеймом. Может быть, я их искренне не люблю, а может быть, искренне обожаю. Не знаю. Но это, в общем-то, должно остаться историей, скажем так. И я думаю, что те люди, которые сейчас у нас сидят в думах государственных, областных, городских, в правительствах государственных, областных, городских, в Кремле, человек, который сидит, с ним нужно бороться, а не с историей, ни с Колчаком, ни с Маннергеймом. Согласен. Следующая новость. Универсальный ответ депутата Сысоева на обращение активистов. Да, это такая интересная заголовка. Это такой есть прекрасный депутат Виктор Сысоев. Депутат и футболист. Ну, как в классической истории, консомолец, спортсмен и просто красавец Виктор Сысоев. 21-летний депутат, самый молодой депутат ЗАГС Собрания. Я так понимаю, что вообще, наверное, самый молодой депутат в России на данный момент всех уровней. Вот у нас в Саратове самый молодой депутат был наш любимый Василий Артин, да, которому было 28 лет, про него тоже много можно рассказать интересного. А вот Сысоеву вообще 21, он мой ровесник. И, в общем-то, баллотировался он от ЛДПР. Я так понимаю, что у него мама депутат от Единой России. В общем, там все на подхвате и все хорошо. И Сысоев стал известен после того, как дал интервью агентству Фонтанков, который рассказал очень много интересных вещей. Вот, в частности, когда его спросили о его политической программе, он сказал, что мне неинтересно на это отвечать, если хотите, придумайте что-нибудь сами. Ну, вот такой он активный молодой человек. Ему ряд активистов отправили разные обращения. Как депутата, в общем-то, отправили разные обращения по вопросам, в общем-то, его компетенции, скажем так, города Санкт-Петербурга. И вот на все эти вопросы он ответил одной и той же фразой. Вот, кстати, я вам сейчас покажу эту фразу. Вот так она выглядит. Уважаемый Александр Михайлович, ну или там необходимое вставить. Ваше обращение от 14.11.2016 года мною получено и рассмотрено. Информирую вас. Я всегда выступал и выступаю за конструктивный взвешенный подход при решении любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей. И моя позиция по этому вопросу однозначно. Мне интересно даже не столько вот этот ответ, он мне не столько интересен. Мне интересно больше, какой вопрос мог бы попасть под этот ответ. То есть, если вот ты мне задашь вопрос, придумать какой-нибудь вопрос, который будет логически исходить из этого ответа. Я, наверное, не смогу такой придумать. То есть, это нужно обладать очень таким, в общем-то, фэнтезийным складом ума, чтобы с этим справиться. Это такой Путин-стайл, много слов ни о чем. То есть, расходим вот это вот вилами по воде. Да, и вот тут вопрос мне задавали ВКонтакте. Причем, сначала задал один человек, я посчитал, что это какая-то мелочь, а потом написал еще один человек. А вчера написал на почту, и я понял, что людям это интересно. Давайте расскажу. Распространяет такую интересную информацию о том, как я в прошлом году в поселке Солнечный избил женщину. Вот, Евгений тоже знает об этой прекрасной истории. Значит, как я избил женщину, вам рассказываю. И это, кстати, к вопросу о депутате Сысоеве тоже будет такая отсылочка небольшая. Заключается все в очень простой истории. Я находился в поселке Солнечный, тогда работая в средствах массовой информации, снимал там, в общем-то, материал и услышал о конфликте, который находился на первом этаже. Мне, значит, продавщица одна, вернее, по телефону она сказала какой-то своей подруге, я так понимаю, о том, что на первом этаже драка, потому что пришел кто-то из администрации. Ну, естественно, находясь, в общем-то, да даже не находясь, просто чисто из интереса я спустился на первый этаж, посмотреть, как бьют представители администрации. Этого я не увидел, но начал снимать. Там действительно была определенная, в общем-то, определенный конфликт. Я начал снимать, там была женщина и молодой человек, которые спорили. Я так понимаю, что они были представителями администрации. В общем, я их снимал, и ничего интересного бы из этого не закончилось, если бы у женщины почему-то не бомбануло, и она не начала кричать, что я вторгаюсь в ее частную жизнь, там, и так далее. Вот, после чего я сказал, хорошо, я не буду вторгаться в вашу частную жизнь, развернулся, ушел, но мужчина начал менять, меня хватать за руки, рассказывать, что я там пытаюсь куда-то сбежать с какой-то их конфиденциальной информацией. Вот, я его, в общем-то, оттолкнул, а потом мне сказали, что, оказывается, я бил эту женщину, которой, в общем-то, даже рядом в этот момент не было. В общем, абсолютный бред, то есть я, конечно, не бил никакую женщину, по крайней мере, в данной ситуации, да и вообще в целом. Вот, потом нас всех задержали в полицию, мы там 4 часа все это разбирались, то есть абсолютно глупая ситуация, но, но, в чем были ее претензии? Претензии заключались в том, что я каким-то образом заснял ее установочные данные, ее имя, фамилии, отчество и место ее жительства. Я этого, на самом деле, не заснял, честно сказать, вот. Вот, но закончилось это все очень романтично, закончилось тем, что мне прислали ответ из полиции, который предназначался ей, представляешь? То есть прислали ответ, в котором были ее все установочные данные, ее имя, фамилия, отчество, ее дата рождения, ее место регистрации, ее номер телефона, то есть то письмо, которое должна была получить она, получил я. Я не знаю, по случайности или кто-то так ее подколол, но мне ее прислали на, в общем-то, в почтовый ящик, бросили ее ответы. Там были все ее установочные данные. Вот, это я просто такую ремарку, может быть, она неинтересная была, но, как бы, вот этот миф о том, что я избивал какую-то женщину в солнечном, я никого не избивал. Да, и в полиции мне написали отказ по возбуждению уголовного дела, естественно, потому что это был полный бред, и полицейские в голос смеялись над этой женщиной, мы дружно посмеялись, и на этом история закончилась. В чате очень часто вопрос мрякает, за что тебя уволили из московской хунты? Из московской хунты меня не увольняли, в общем-то, Вячеслав Шлачев с Дмитрием уехали решать вопросы, в которых просто я был не нужен, нам, к сожалению, не оплачивает, там, Госдеп, Обама, поездки, и, в общем-то, я много ем, как вы знаете, поэтому, поэтому у меня, это шутка, конечно, поэтому меня оставили в Саратове, но и, на самом деле, здесь был ряд вопросов, которые нужно было решить, и я их продолжаю решать, поэтому занимаюсь работой в Саратове на благо нашему общему делу, и вот тут, кстати, 30 ноября будет определенное мероприятие, которое я хочу посетить, не буду спойлерить, потому что иначе меня на него не пустят, вот, ну, может такое произойти, поэтому я вам расскажу после 30-го, чем я занимался в Саратове, даже, думаю, покажу в этот видео. Следующая новость. В Чуваши суд прекратил административное дело против активиста Парнаса о репосте фотографии Билонова. Да, и причем мы об этом уже говорили, и именно в этом ключе о том, что, в общем-то, признали, что нет состава правонарушения в действиях Дмитрия Панькова, значит, члена партии Парнас, которого обвиняли в распространении экстремистских материалов, для тех, кто не слышал, мы об этом просто говорили уже раза четыре, Дмитрий Паньков разместил фотографию с депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым, который находился в футболке «Православие или смерть?» Вот, и на него возбудили административное дело. Было бы все логично, если бы на него, на Милонова, но нет, на него, на Панькова, который разместил эту фотографию, а к Милонову, но у правоохранителей претензий не было. Вот, и мы, в общем-то, в прошлой программе говорили о том, что его признали невиновным по данным обстоятельствам, однако, я-то думал, что, в общем-то, восторжествовала какая-то справедливость, логика и ум у судья, однако судья отказался признать товарища нашего виновным по причине того, что судья обратил внимание на отсутствие восклицательного знака в надписи, лозунг которого был признан экстремистским. То есть, в репосте Панькова восклицательного знака не было, потому что не было его на фотографии. То есть, не потому, что это полный бред за репост человека судить, а потому что там не было восклицательного знака. То есть, лозунг «Православие или смерть» признан экстремистским только с восклицательным знаком в конце. А, например, если там знак «Вопросы» или вообще нет никакого-то, никакого, в общем-то, знака препинания, то это не экстремистский лозунг. Путин вор и вор. Да, и знак «Вопросы», да. Ну, потрясающая, конечно, ситуация, то есть они упорствуют в своей ерезе, вот я одного не понимаю, вот они бы сказали, что нет состава правонарушения, можно репостить фотографию с Милоновым, и к вам претензий не будет, будет претензий к Милонову, и все бы сказали, все, хорошо, ура, значит, восторжествовала справедливость, и они бы себе очков заработали, но они вот этим бредом, там, о поисках или отсутствии восклицательного знака в лозунге, они только еще больше усугубляют эту ситуацию, еще больше выставляют себя дураками, и причем забавная ситуация о том, что, значит, за день, на прошлой неделе за репост той же самой фотографии Милонова оштрафовали координатора открытой России Дмитрия Семенова, причем дважды оштрафовали по одной тысяче рублей за две разных публикации, тоже здесь можно поспорить, но это долгая история, и причем суд не обратил внимания, не принял аргумент об отсутствии восклицательного знака в постах, то есть, такая, суд у нас такой, как бы, хочу, хочу, есть восклицательный знак, хочу, нет восклицательного знака, хочу, посажу, хочу, не посажу, в общем, вот так. В чате ирония пошла, за что сидишь, за запятую, не там поставил. Да, да, вот тут примерно из той же оперы, поставил или не поставил восклицательный знак. Итак, следующее. В Алексине риэлтор получила квартиру покойным с помощью коллажа в одноклассниках. Да, это классическая тоже история, но я думаю, что риэлтор был в определенном преступном сговоре с представителями администрации, которая, я так понимаю, в этом вопросе решала, что делать в дальнейшем с квартирой, то есть, риэлтор разместил фотоколлаж, в общем-то, себя спокойный и, значит, сказал о том, что он с ней проживал, а значит, может претендовать на эту квартиру, поскольку не было составлено, то есть, она является его гражданской женой, и, в общем-то, поскольку нету, как его, слово забыл, представляешь? Регистрации? Нет. После смерти. Справка смерти? Нет. До смерти пишут о том, кому чего отдать. Слово забыл. Наследство? Друзья, напишите в чате это слово, оно причем очень известное, у меня почему-то вылетело из головы. Не суть. То есть, нет документа, согласно которому можно определить, кому, в общем-то, что достается после смерти. И поэтому, в общем-то, фотоколлаж с этой женщиной и заявление о том, что она его гражданская жена повлияла на то, что, в общем-то, он стал владельцем этой квартиры. Но я так понимаю, теперь он кому-то что-то не донес, да, в карман, и поэтому на него возбудили дело о мошенничестве. Завещание, конечно же, завещание. Спасибо. В Братске мертвый председатель провел собрание жильцов. Совершенно классическая ситуация. Почему-то эта новость облетела все федеральные средства массовой информации, и там какие-то эксперты об этом высказываются из, значит, Минстроя РФ. То есть, представляешь, насколько, какой масштаб. Вот я, работая в сфере ЖКХ, я об этом уже говорил, в общем-то, неоднократно, да, слышал, наверное, несколько десятков и видел несколько десятков документов, согласно которым, в общем-то, мертвые жильцы и голосовали, и были председателями ТСЖ, и что только не происходило. То есть, они очень активную жизнь вели после смерти, то есть, вот она, жизнь после смерти, спрашивают, есть ли она. Есть, конечно, если у вас есть ТСЖ, то ТСЖ вам обеспечит жизнь после смерти, причем очень активную. Поэтому я не очень понял, в чем здесь новость, и почему она так облетела все новостные сводки. Приезжайте в Саратов, зайдите в любое сомнительное ТСЖ, и посмотрите, как на последнем, в общем-то, собрании голосовали жители. А потом поспрашивайте, кто из этих жителей здесь проживает, кто не проживает, кто вообще в этом мире больше не проживает, ну и так далее. Вот почему вторая часть «Мертвых душ» была сожжена, потому что ее пишет жизнь. Да, да, да. Ну, либо там, либо Гоголь понял, в общем-то, что это может быть инструкцией по эксплуатации, скажем так, и поэтому решил, что не стоит. Люстру за 325 тысяч рублей повесили в мэрии Новосибирска. Да, молодцы, мэри Новосибирска. Вот я вам сейчас покажу эту люстру. Ну вот, если честно, люстра мне совершенно не нравится. 325 тысяч рублей она стоит. Я бы ее даже за 5 тысяч рублей не купил. Она какая-то, это, наводит какие-то грустные мысли. Не знаю, почему-то, может быть, у меня у одного. Причем, вот новость от компании Life. То есть, Life News бывший, да, то есть, теперь они называются Life. И новость, на самом деле, абсолютно ни о чем. То есть, не возбуждено никакого дела, нет какой-то проверки. Эту люстру там не сняли, я не знаю, деньги не вернули. То есть, просто новость о том, что люстра стоит 25 тысяч рублей. 325. Похвастник, да. Похвастник, да, абсолютно верно. То есть, я когда первый раз прочитал, мне тоже показалось, что это из мэрии Новосибирска. Позвонили и, знаешь, таким этим измененным голосом, так, в Life позвонили. И сказали, а вы знаете, что у нас люстра за 325 тысяч рублей. Потому что это ни к чему не привело. И в чем вообще, как бы, составляющая этой новости, для меня непонятна. Индивидуальным предпринимателям могут запретить продавать пиво. Очень хорошая новость в любом случае. Причем, вот, абсолютно с разных сторон. Причем, если вы пиво не пьете, и если вы за, в общем-то, здоровый социум, здоровое общество и так далее, то вас это должно порадовать, потому что пиво будут пить меньше, допустим. Да, пиво будут пить меньше, допустим. Хорошо. Если вы, значит, пьете пиво или, там, не имеете ничего против пива, не считаете, что пиво нужно продавать, то это все равно хорошо. Потому что ограничение продажи пива вызовет социальную напряженность, которая перерастет так или иначе в протесты. Ну, может быть, хотя бы в локальные, но тем не менее. То есть, с нашей точки зрения, в общем-то, что бы здесь ни произошло, запретят продавать пиво или разрешат продавать пиво, это будет в любом случае нам на пользу. И вот сегодня мы такой экспериментальный, экспериментальный, пробуем формат. У нас в группе ВКонтакте «Периференное зрение», ссылка есть в описании. Сейчас вывешен опрос на тему сухого закона. То есть, мы решили с вами пообщаться. Я вот здесь перед эфиром сказал о том, что Путин сейчас должен ввести сухой закон, и это будет замечательно во всем, во всех отношениях. То есть, во-первых, мы хотя бы немножко поправим, в общем-то, ситуацию с рождаемостью, да, со здоровьем населения, пускай хотя бы даже если полгода будет сухой закон, это будет уже хорошо с точки зрения здоровья. По крайней мере, не хуже, это уж точно. И, естественно, это повлияет на то, что массы общества будет, конечно, возмущено, и это, опять-таки, наши потенциальные соратники, сторонники и так далее. Причем те соратники и сторонники, которым вообще наплевать на политику, они никогда в жизни не посмотрят плохие новости, не посмотрят периферийное зрение, и, в общем-то, не знают ни про Мальцева, ни про 5.11.17, но если им сказать, что вот там вот идут протестовать против сухого закона, то они пойдут протестовать против сухого закона, а таких людей очень много. Поэтому приглашаю вас в группу периферийного зрения, пишите там, пожалуйста, ваше развернутое мнение о перспективах сухого закона в России. Вот сегодня приняли в России сухой закон, допустим. Что у нас происходит завтра, послезавтра, в течение недели, по вашему мнению? Как это будет влиять на наше общество, на наш социум? Да, и в субботу мы, то есть... Да, и в субботу, да, ваше мнение, мы... Какие-то интересные комментарии. Во-первых, опрос, да, то есть у нас там висит опрос, результаты опроса мы озвучим, что вы думаете по этому поводу, и какие-то интересные мнения, которые вы напишите в комментариях, тоже так же выведем на экран, скриншотами и с удовольствием озвучим. Поэтому интересно ваше мнение, это такая обратная связь с вами. По данным Роспотребнадзора, питьевая вода, которую употребляют жители 47 регионов России, не является безопасной. Да, это тоже, это к вопросу о люстре из Новосибирска. Открыли Америку, оказывается, что у нас небезопасная вода течет из крана. И причем я вот не понял абсолютно ничего в том плане, что, знаешь, почему они... Почему она небезопасная, как ты думаешь? Почему нельзя пить воду из-под крана? Потому что там вся таблица Менделеева? Ну, это логично, да, это можно было бы... На это встречаются куски водопроводной трубы. И это бы тоже было бы логично. Вот, но они ссылаются на то, что в, значит, в очистных сооружениях используется хлор. Боже, а кто его использует? Вообще, вообще, я, может быть, открою для них страшную тайну, но хлорирование воды применяется уже, наверное, с начала 20 века. Хлорирование воды в Советском Союзе стало одним из ключевых аспектов победы в Великой Отечественной войне. И, кстати говоря, об этом очень мало говорят. Ну, может быть, ладно, не ключевых, хорошо, со мной сейчас будут спорить историки, но, тем не менее, хлорирование воды – это очень, как бы, серьезный шаг, особенно в обществе, где, в общем-то, антисанитария, да, процветает. Хлорирование воды – это очень серьезный шаг как раз навстречу к какому-то нормальному состоянию санитарному, да. То есть, естественно, виноват не хлор в воде, виновата та система водопровода, которая у нас осталась. У нас трубы водопроводные. Вот я опять возвращаюсь к тому, что я эксперт в ЖКХ. Я не эксперт в ЖКХ, но, тем не менее, я один раз присутствовал… Не один раз, несколько сотен раз присутствовал на ремонтах труб, и вот пишу материал о ремонте труб. Приезжаю в, значит, в центре города, проходит ремонт трубы, и вытаскивают нечто совершенно невероятное. То есть, это просто труха, я ее трогаю ногой, и от легкого движения она рассыпается в пыль. Вот поэтому нечто – текла вода, которая представляет из себя не то, что ржавчину, не то, что металл со ржавчиной, а просто кусок ржавчины. То есть, металла там вообще нет, то есть, это уже затвердевшая ржавчина, по которой текла вода. Я спрашиваю, а какого года эта труба? Они говорят, ну, в общем-то, нам неизвестно, ну, наверное, 30-х годов. То есть, этой трубе там практически скоро уже будет 100 лет. И вот это они не берут во внимание. То есть, состояние водопровода вообще в городах – это не является причиной небезопасной воды. А вот то, что используется хлор, который использовался всегда и во всех странах, это является, в общем-то, источником опасности. Сомнения у меня есть большие. Возвращаемся опять к тому же, что система сгнила. Да, и пора ее менять. Абсолютно верно. Водопроводная система сгнила, и не только водопроводная. И все мы поменяем. Я не работал в пресс-службе ЖКХ, во-первых. Во-вторых, очень романтическая история. Которая нас смотрит из Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области. Я не буду называть фамилии. Это не шутка. Причем человек, достаточно, ну, как бы, занимающий определенную должность. Привет. Ему он меня ненавидит люто. Абсолютно люто меня ненавидит. И смотрит меня каждый выпуск. Я не знаю, зачем. А ненавидит он меня с тех пор, как он меня попросил… Да, он, может быть, там… Ну, ладно, не будем об этом. Ненавидит он меня с тех пор, как он меня попросил на одно прекрасное мероприятие, которое организовывали, в общем-то, ну, так, общественники, скажем так. Ну, такие, в смысле, путинские общественники. Вот на это мероприятие он меня попросил сделать листовку. Вот. Которое было посвящено, в общем-то, тому, как Мин ЖКХ прекрасно работает. И я действительно сделал хорошую листовку, как я считаю, за одним-единственным исключением. На лицевой странице огромными буквами было написано «Потанцевал российского ЖКХ». Причем шутка в том, что я это сделал не специально. Я допустил случайно эту опечатку, а потом там 10 редакторов, которые все это перечитывали, это не заметили. И в итоге было напечатано огромное количество брошюр, таких цветных брошюр. У меня где-то даже одна валяется, может быть, даже здесь. На которых вот прям первая строчка – это «Потанцевал российского ЖКХ». Вот у нас вот такой вот «Потанцевал российского ЖКХ» с трубами, там, 30-х годов, которые, в общем-то, уже в пыль превращаются. В Кировской администрации Махачкалы затопило 157 мешков с документами. Да, и вот другая версия заголовка. «Дождь уничтожил 157 мешков с выбранными документами». Я сначала долго не мог понять, а почему телеканал «Дождь» зачем-то уничтожает мешки с документами. Оказалось, что речь идет про обычный дождь, про стихийное бедствие такое, которое произошло в Махачкале. Но, конечно, это полный бред. В общем-то, сегодня в Кировском районном суде, в Махачкале, второе судебное заседание по иску бывшего кандидата в Госдуму по северному одномандатному округу Дагестана Олега Мельниченкова. Значит, на этом судебное заседание должны были рассмотреть, значит, журналы с подписями избирателей, которые относились к трем избирательным округам. 10.17, 10.18, 10.36. Значит, такое требование Мельникова было удовлетворено судом на предыдущем заседании, поскольку он, в общем-то, поставил под сомнение цифры по явке. То есть, совершенно очевидно, что он не безосновательно их поставил под сомнение. Напоминаем, что в Дагестане у нас явка была по официальным данным 90%. Вот. Но, однако, в ответ, в общем-то, сегодня в Кировском районном суде пришел ответ из территориально-избирательной комиссии. Оказалось, что в результате ливневых дождей, которые прошли в Махачкале 23-25 октября, подвал Кировской администрации, где хранились документы, был подтоплен. И все 157 мешков оказались в непригодном состоянии, вследствие чего были утилизированы. Акт обследования подтверждает, в общем-то, и глава Кировского районного суда Махачкалы, в общем-то, принял во внимание данные материалы. Значит, подвальное помещение оказалось подтоплено на 53 сантиметра в высоту, 53 сантиметра. То есть, метр воды стоял в подвале, значит, в результате чего оказались подтоплены все документации, без исключения находившиеся в этом подвале. И, исходя из этого, возникает, в общем-то, вопрос, кто за это наказан? То есть, испорчено огромное количество документаций, которые относились к выборам. То есть, это очень серьезное, вообще-то, как бы, как скажем, серьезное недопущение такое, да, со стороны территориальной избирательной комиссии. Никто за это не наказан. Естественно, дождь за это наказан. Дождь. Вот. На все волю божью, наверное, сказали. Ну, там в Дагестане не так говорят, но тем не менее. Вот. Но общественник, настоящий общественник, хороший общественник, не путинский, член общественной палаты Российской Федерации Шамиль Хадулаев, значит, высказался, что предполагал такой исход событий, во всем оказался виноват Ливень. Эти чиновники покрывают уголовные преступления. Посещаемость участков была крайне низкая. В результате была дана цифра, что более 90% пришли голосовать. Эти документы подтвердили бы, что это не так. Ну, в общем-то, во-первых, нужно высказать слова поддержки и члену общественной палаты России Шамилю Хадулиеву, да, и бывшему кандидату в Государственную думу по северному одномандатному округу Дагестана Олегу Мельникову, который участвует в этом судебном заседании. Неважно, от каких партий они, в общем-то, участвуют, так или иначе, в Махачкале в суде доказывать, что фальсифицировался результат голосования, это вообще требует уважения, потому что мы слышали совершенно жуткие истории, когда какие-то учителя, врачи отказывались просто там голосовать за Единую Россию, и вследствие этого они не только были уволены, но там очень серьезные у них были последствия. А тут люди, в общем-то, в открытую с этой системой в Махачкале борются. В Махачкале не каждый может, в общем-то, себе позволить с этой системой бороться, поэтому мы выражаем им, конечно, слова поддержки, и, в общем-то, в очередной раз увидели, как проходили эти выборы. Если кто-то вдруг сомневался, да, о том, как эти выборы проходят, то вот теперь сомнений по махачкалинским результатам, по крайней мере, нет. Рафик ни в чем не виноват. Да, Рафик ни в чем не виноват. Раздраженный петербуржец перерезал трос промышленному альпинисту, красившему его дом. Продолжается история с альпинистами, то есть у нас на прошлой неделе бабушка какая-то поехала отдыхать, значит, в государственное учреждение, которое называется «Тюрьма», по причине того, что перерезала трос альпинисту, но он остался жив, потому что у него был страховочный трос. Вчера, пардон, позавчера в нашей программе мы рассказывали о том, что альпинист в Петербурге, опять, кстати, в Петербурге, значит, совершил кражу там на каком-то 16 этаже, завез в окно, и тут опять в Петербурге раздраженный петербуржец порезал тросы промышленному альпинисту, который красил его дом. Но я надеюсь, что этот петербуржец не был нашим зрителем, и он не подумал, что его обворовывают, в общем-то, обращаясь к нашим зрителям. Не надо, пожалуйста, обрезать тросы альпинистам, даже если они очень нехорошие люди, вы можете, в общем-то, их на земле как-то повстречать, и желательно, в общем-то, не в форме лепешки, когда они туда упали, потому что потом может оказаться, что этот человек действительно вам просто красил окно, а вы его, в общем-то, на тот свет отправили, поэтому будьте осторожны. Это как в мультике, ну погоди, он там забирался на балкон, и тоже по тросику кто-то постригал на балконе у себя газончик, и обрезал этот трос. Да. Ну, в жизни все происходит не так, как в мультике, так что пожалейте альпинистов. Да. Мэрия Архангельская решила не чистить часть улиц от снега. Да, и как бы вы думали, почему? Ну, казалось бы, логично, потому что нет техники, потому что нет сотрудников, нет денег, там, я не знаю, нет мозгов, они не знают, как лопатой махать, или что-то, любой может придумать аргумент, однако они сообщают о том, что, в общем-то, часть территории города будет содержаться в накате, то есть снежный... снег просто не будут чистить, а, в общем-то, будут его притаптывать, либо люди, либо автомобили, которые по нему движутся, а связано это с тем, что многие дороги и дворы областного центра находятся в таком ужасном состоянии, что зима может, в общем-то, может еще ухудшить данную ситуацию. И не потому, что их не ремонтируют, а потому что прекрасные города Архангельска, прекрасные улицы, пардон, Архангельска, они в таком хорошем состоянии, а вот, значит, машины, которые их чистят, они ломают дороги, и впоследствии, значит, их необходимо ремонтировать. Поэтому, чтобы, значит, в Архангельске не ломали дороги люди с лопатами или там на бобкетах, в общем-то, их просто не будут чистить. То есть городские власти Архангельска, они очень, в общем-то, беспокоятся о состоянии городских улиц, и поэтому будут держать их в накате. Но вот я думаю, что в накате уже давно архангельские власти, вот, и не только архангельские власти, и не только в накате, а еще и там под некоторыми другими, да, наркотическими веществами некоторые представители нашей, в общем-то, власти. И поэтому у нас не только улицы не чистятся, но и, в общем-то, вообще как-то не очень хорошо все происходит в стране. По этой логике можно вообще ничего не ремонтировать, мусор не выносить, не вывозить. Появляется мусор откуда-то, ну, мы всю чистоту наводим, а он опять откуда-то появляется. И причем, если ты будешь вывозить мусор, обрати внимание, то машины будут лишние ездить, мусороуборочные. А мусороуборочные машины, это крупногабаритные машины, тяжелые, которые портят дороги. Вы же против плохих дорог, правильно, жители Архангельска, что вы жалуетесь? Поэтому мы мусор увозить не будем, но зато у вас дороги будут хорошие. Я могу работать в пресс-службе Архангельска. Приглашайте. Логика железная. Следственное управление рекомендовало категорически прекратить с детьми и подростками разговоры на тему, происшедшей в Пскове трагедии. И ограничить их от просмотра несоответствующих действительности публикуемых материалов. Да, но это классическая история, совершенно не смешная. Классическая история, которая заключается в том, не видел, значит, не было гола. Но тут не видели, не слышали про Псковскую трагедию, значит, все хорошо, значит, ее и не было. Конечно, совершенно... То есть дети покончили жизнь самоубийством в Пскове. И родителям предлагают не обсуждать со своими детьми тему самоубийств. И таким образом их обезопасить. Ну, мне как-то... Может быть, мне говорят там своих детей, там, роди, воспитай, и потом говори, вот у меня нет своих детей, я их пока не родил и не воспитал. Вот, но, вот, например, Мария Солотова, это педагог, руководитель детской Тюменской академии, Академия Радости, это педагог с 36-летним стажем, работа с подростками, именно с подростками. 36 лет человек работает с подростками, то есть с 80-го года, меня еще тогда даже не было. Вот, и, в общем-то, она... Я сегодня прочитал ее большое интервью, всем советую почитать. В некоторых моментах я с ней не согласен, но вступительную часть она, в общем-то, говорит практически моими словами. Ну, или я говорю ее словами, то есть все-таки я что-то в этом вопросе понимаю. Поэтому я думаю, что если не говорить про самоубийство, это не значит, что, в общем-то, это будет решать вопрос самоубийства. Если не говорить про коррупцию, то они будут воровать. Вот такая логика. Вот Навальный рассказывает про коррупцию? Рассказывает. Поэтому у нас есть коррупция. Вот, Алексей, переставай рассказывать про коррупцию, и не будет коррупции. Вот какой-то Окунев тут рассказывает про какие-то плохие новости там из регионов. Вот, если я перестану рассказывать про плохие новости, значит, их не будут. Значит, в Архангельске начнут чистить дороги, в Пскове перестанут умирать дети и так далее. Поэтому логика у них такая. Полиция за 40 минут до убийства Орловчанки. Нас не вызывайте, как убьют, труп опишем. Да, в Орлове произошло убийство. В общем-то, девушка была убита своим 36-летним сожителем, который накануне жестоко расправился с ее котом. Ну, не знаю, как это связано, но тем не менее. В общем, я так понимаю, что там долго тянущаяся история, да, то есть мужчина выпивал. Но это, опять же, к сожалению, российская классика. Мужчина выпивал, избивал свою сожительницу, девушку, да, ей некому было пожаловаться, она звонила в полицию. А, в общем-то, в полиции ее игнорировали. Вот, в частности, за 40 минут до ее смерти произошел следующий телефонный разговор. Значит, девушка позвонила в полицию, и ей ответили следующее. Вы нас больше не вызывайте, мы к вам не приедем, заявила сотрудница полиции на телефоне. Как вы не приедете, а если он меня убьет, спросила напуганная женщина. Да не волнуйтесь, если убьет, мы труп приедем и опишем, все будет хорошо, ответила женщина в погонах. Но вот так она пошутила, такое у нее чувство юмора, а женщину через 40 минут убили. Убили, зверски забили ногами, в общем-то, во дворе дома. Сейчас, в общем-то, родственники готовят обращение, просят наказать сотрудниц полиции, которых, по их мнению, значит, проявила халатность. И вот УВД Орловской области сообщает о том, что по данному факту уже проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действий сотрудницам полиции. И вы знаете, тут две составляющие. Вот первое, хочу провести аналогию с новостью, которую мы рассказывали в прошлом эфире, когда контролер высадил ребенка из автобуса в мороз. У нас этой новости сегодня нет, но на нее возбудили уголовное дело, на этого контролера. То есть контролер в автобусе, который высадил ребенка, потому что у него не было денег на проезд на улицу, на нее возбудили уголовное дело по статье о ставлении в опасности. В данном случае сотрудница полиции, которая грубо не исполняет свои, в общем-то, обязанности, проявила служебную халатность, оставление в опасности. И вообще там можно, наверное, с десяток статей УК, особенно как они сейчас это любят делать, то есть любые статьи притягивать просто за уши. То есть можно было бы эту сотрудницу за уши накидать ей десяток статей и отправить, не знаю, на 10 лет в колонию. Но по данному факту проводится проверка, посмотрим, к чему она приведет. В общем-то, они пока еще не успели на нее возбудить уголовное дело. Вот если бы она высадила ребенка на мороз, то, конечно, ее бы там на 10 лет уже закрыли. Это первое, что хочется сказать. А второе, хочется сказать, что, в общем-то, женщина это не виновата. Вот парадокс заключается в чем. Вернее, нет, она, конечно, виновата, сотрудница полиции, безусловно, виновата. Но если мы сейчас ее посадим, давайте скажем честно, полицейские перестанут, то есть они начнут приезжать сразу. То есть вот мы нашли причину, почему у нас не приезжают полицейские по вызовам. Это вот эта женщина, сотрудница полиции, которая там отказывает всем. Конечно, нет. Это системная проблема. Вот я в своей жизни очень редко вызывал полицейских, ну, практически вообще никогда не вызывал. Вот я вызывал полицейских 4 раза. И то там по общественной деятельности. Вот один раз полицейские приехали через 4,5 часа. Второй раз полицейские приехали через 5 часов 45 минут. И третий раз полицейские позвонили, спросили, еще не убили ли меня и надо ли им ехать. Вот. Я сказал, что не убили, но ехать уже не надо. Вот. Поэтому, конечно, виновата не вот эта женщина, а виновата система. Система, которая, в общем-то, по той или иной причине у нас самое большое в Европе количество, и чуть ли не в мире, по-моему, количество полицейских представляет, что самое большое в мире. Однако на выезды они не выезжают. Потому что они сидят и ищут комментарии, там, экстремистские. Потому что они сидят, смотрят Окунева, чтобы его потом посадить, Мальцева, чтобы его потом посадить. А тем временем в Орле у нас убивают, в общем-то, женщин. Поэтому вот такая не смешная история. Давайте на вопросы поотвечаем. Сегодня у нас эфир будет, ну, может быть, не покороче. Вот интересные вопросы. Может быть, вы сейчас позадаете, я на них с удовольствием поотвечаю. А в 21 час Вячеслав Мальцев никто его не отменил. Да, и хочется напомнить про опрос, который идет в группе. Да, в группе у нас по периферийному зрению, в описании под этим видео есть опрос. Там вы можете свое мнение о введении сухого закона в России в ближайшей перспективе. Если вдруг такое произойдет. Как вы считаете, как это повлияет на, в общем-то, состояние нашей страны и общества нашего? Да, и начало дискуссии здесь уже положено. Несколько комментариев, иногда диаметрально противоположных. Присоединяйтесь. Это хорошо. Спрашивают вот комментарии по поводу противодействия путинской пропаганде в Евросоюзе. Постановление принято в Европе. Но это федеральная новость. Я не знаю, вчера Вячеслав Силович рассказывал об этом или нет. Признаться, не смотрел эфир. Ни по каким-то принципиальным соображениям просто времени не было. Может быть, сегодня пересмотрю, кстати, вчерашний эфир. Во-первых, по сегодняшнему эфиру плохих новостей. Поскольку меня в Москве нет. Тем не менее, эфира никто не отменял. Там сегодня будет гость. Гость очень интересный. Гость, о котором вы наверняка много слышали. Особенно в последнее время. Так что эфир будет интересным. И даже, наверное, не один гость. И вот про одного гостя я знаю, а про второго гостя я даже не знаю. Дмитрий Игнатьев мне сказал, что это такой эгегей, что он даже по телефону не будет говорить. Я честно, абсолютно серьезно вам говорю, я не знаю, кто это. Поэтому, возможно, будет два гостя. Мне самому будет интересно посмотреть, о ком идет речь. Может быть, у нас Путин будет в эфире. Давайте узнаем об этом в 21 час. С раскаянием и заявлением об уходе. Да, я о принятии своего сменщика Вячеслава Вячеславовича Мальцева. Да, тут я начал про Евросоюз. Принятое постановление о приравнивании российских средств массовой информации, ряда российских средств массовой информации к источникам лживой информации. Так это будем условно называть, длинная формулировка так или иначе. Конечно, я телекома полностью поддерживаю. В общем-то, я ни в коем случае не коллега этим людям. Вообще, я вот в последнее время часто говорю, что я журналистом работал. Я как раз у каких-то своих коллег встречаю на улице в Саратове. Мне всегда говорят, не говори, что ты работал журналистом. Ты не работал журналистом. Я не прав, потому что журналист настоящий должен, в общем-то, быть, скажем так, аполитичен, что ли, не знаю. Ну, вот вообще есть понятие журналистской этики, журналистского кодекса там и так далее. Поэтому я общественник, который, в общем-то, работал журналистом, да, но не журналист в своей сути, потому что я никогда там не буду объективно писать там о каких-то вещах, сглаживать какие-то углы. Если человек урод, то я буду писать о том, что он урод. И, конечно, я буду толкать свою линию, политическую в том числе линию, то, чего нельзя делать таким писанным журналистом, да. Поэтому, конечно, тут абсолютно такая же ситуация, только там люди откровенно врут. То есть, если я преподношу новости под определенным мнением своим, да, которые, может быть, имеют политический окрас, то тут люди просто откровенно врут, которые работают на центральном телевидении. И, конечно, с ложью и с вот этой гибельсовской пропагандой, которая в России засела в российских СМИ, она, в общем-то, Евросоюз и вообще мир должен с этим бороться. Я, конечно, согласен, поддерживаю целиком и полностью. Судитесь и выходите на пикеты. У нас, ну, очень много примеров, когда люди отвоевывали свою зарплату. Я вообще люблю судиться. Ты знаешь, мне это приносит это удовольствие. Никто не перебивает. Так хорошо ты говоришь, так размеренно. Это весело. Нет, это, конечно, шутка. Понятно, что я сумасшедший, и у меня много свободного времени на самом деле нет. Конечно, люди, которые там в 50 лет, и для них суд – это очень большой стресс, это требует денег, это требует огромных нервов и так далее. И вообще-то, я обратил внимание, сейчас везде, что бы ни произошло, вам говорят – подавайте в суд. Вообще, это не ваша задача. Не задача гражданина судиться, понимаете? Вот мне полицейские постоянно говорят, там раньше говорили, сейчас я с ними почему-то не контактирую, они меня почему-то обходят за два квартала, а вот раньше мне всегда говорили – если вы считаете, что я делаю что-то неправильно, подайте на меня в суд. Я всегда говорил, я не собираюсь на вас в суд подавать. Вы, если считаете, что я что-то неправильно делаю, я ваши требования исполнять не буду. Если вы считаете, что я неправильно делаю, подайте в суд на меня. Это ваша работа, это не моя работа. А вообще судиться люблю я. Одного саратовского прокурора пытался признать через суд бомжом и отнять у него детей. Это романтическая история. Ты не знал об этом? Но я потом расскажу тебе. Не стоит. Нет, там смешно, весело, но просто не очень этично. Там несовершеннолетние дети и не стоит. Просто с этической точки зрения. А потом я подал во Фрунинский суд на Фрунинский суд. Фрунинский суд был ответчиком по процессу, который я пытался признать, что Фрунинский суд там неправ. Фрунинский суд рассматривал иск к Фрунинскому суду. Поэтому я люблю судиться, это весело. Несколько раз в чате промельковал вопрос по поводу сайта «Мемориал». Что можешь сказать? Ты что-нибудь знаешь? Конечно. Сайт «Мемориал» — это сайт, который занимается помощью политическим заключенным. Один из самых авторитетных, скажем так, порталов, на котором можно политзекам помогать. Я, честно скажу, сайтом «Мемориал» лично не пользовался. Но вот, может быть, даже и зря, может быть, в ближайшее время воспользуюсь. Поэтому и там не только помощь политически заключенным. Там еще и всевозможные расследования про Эльдара Дадина. Там очень много писали о его состоянии, скажем, как он содержится сейчас в местах заключения. Поэтому хороший сайт. Посещайте, смотрите, наблюдайте. У нас сегодня такой, как это сказать, бюджетный стакан. Я прошу прощения. Пишет, что я будущий спикер Госдумы, не дай бог. Про детей жестоко. Это была, как бы, вот такая определенная политическая акция. Я не собирался, конечно, ни у кого отнимать детей. Я как-нибудь, может быть, расскажу. Надо просто сформулировать, как правильно сглаживать углы. Вот в данном случае нужно сглаживать углы. Не везде надо напролом идти. Смогут ли после революции бывшие менты, чиновники и госслужащие служить в новой стране, так как они работали на преступный воровской режим и должны за это отвечать? Нужно понимать, что в любой системе есть, в общем-то, представители. То есть нельзя человека посадить, потому что он... Там посадить, расстрелять, я не знаю, что-то с ним сделать, как-то его наказать, потому что он был полицейским. Потому что он воровал, там, я не знаю, убивал, грабил, можно. Потому что он был полицейским, нельзя. Так же, как нам рассказывают, вот вы там не говорите про евреев и так далее. Вот еврейский вопрос, очень я люблю, в кавычках. Нельзя сажать людей за то, что они евреи. Нам говорят, ну вот там же есть же там, вы тогда не будете трогать каких-то миллиардеров там, которые все разворовали. Мы будем сажать человека за то, что он украл, за то, что он воровал, за то, что он врал, за то, что он убивал. Да, но не потому, что он еврей. То есть это не формулировка его преследования. Да, и здесь, в общем-то, то же самое. Вот сейчас омский депутат, который 16 дней, в общем-то, голодает. Он винтик этой системы, но вообще-то да, он депутат официальный. Возможно, даже от Единой России. Я не знаю, от какой партии. Я не исключаю, что от Единой России. Что, мы после смены власти должны его посадить, там, линчевать или что-то с ним сделать? Ну, наверное, нет. Я знаю в Саратове депутатов от Единой России, в том числе, ну, там, одного-двух, которые требуют, как бы, заслуживают уважения. Да, и несмотря на то, что они депутаты Государственной Думы, в общем-то, могут рассказать о том, как они с этой властью, с этой системой борются. И таких примеров очень много. Да уж что говорить. Вячеслав Мальцев был участковым, он был полицейским. Вячеслав Мальцев был депутатом областной думы. Ну, тогда Вячеславу Мальцеву надо иллюстрировать по этим, как бы, понятиям, да? Судит за поступки, да? Согласен. Задавайте какие-нибудь интересные вопросы. Назовите два основных расхождения в позициях с Вячеславом. Конструктивных расхождений, в смысле стратегических, у меня, конечно, нет. Иначе бы я здесь не сидел. Есть локальные какие-то моменты. Сейчас, кстати, даже в голову не приходят какие-то, в которых у нас есть, да, разные позиции. Я считаю, это правильно, это нормально. Мы все разные люди, и каждый по-разному думает. Поэтому было бы странно, если бы у нас вот прям такие штампованные были мысли. Тогда получается, что это не мои мысли, а мысли Мальцева, да? Я как бы не это, не хочу, чтобы у меня было какое-то зеркало Мальцева, да? У меня есть свое какое-то представление. Пускай может быть менее авторитетное, менее какое-то сформулированное там по какому-то чьему-то мнению, да? Ну хорошо, но оно мое. Можете сказать, почему они воруют? Даже, наверное, для чего? Вряд ли для голодных африканских детей. Да сложно сказать. Во-первых, потому что есть система, да? И попадая в эту систему, ты либо, в общем-то, играешь по ее правилам, либо ты из нее выпадаешь. Примеров таких очень много. Ольга Ли, Вячеслав Мальцев, все это люди, которые были в этой системе и которых эта система выдавила, потому что они не хотели играть по правилам этой системы, да? Поэтому воровать и быть ублюдком – это такой неоспоривый пункт для того, чтобы являться частью этой системы. Слабовольное. Да, нет. Ну, в том числе… Отсутствие мужества. Ты понимаешь, это уже… Болезненная такая задавленная совесть. Это уже особенности характера каждого человека, понимаешь? Если мы будем рассматривать характер каждого там чиновника, депутата и так далее, мы поймем, что там тоже так же совершенно множество разных людей. Однако парадокс заключается в том, вот нам говорят, нужно ли там кого-то иллюстрировать. Парадокс заключается в том, что если сейчас обескровить вот эту систему и сделать ее бескоррупционной, да, то все равно бы там смогли работать люди. И, может быть, даже смогли бы эффективно эти же люди, которые сейчас воруют. Вот в чем парадокс. Конечно, они не будут там работать, потому что они уже наворовали, они уже совершили преступление, они будут за эти преступления отвечать. Но парадокс заключается в том, что они могли бы не воровать, они могли бы не врать, они могли бы не убивать. Это непотребность. Когда нам рассказывают о каких-то… о том, что это вот ген, русский ген, всегда воровали, обоссаться, русский ген. Всегда пили, да? И всегда пили, всегда пили и всегда воровали. Это не они так сделали, это не система путинская так сделала, а это, оказывается, русский ген. Но я тогда не русский, получается, я вот почему-то не ворую. И почему-то тогда Мальцев, получается, не русский, да, если он был в Думе и не воровал ни у кого. И я знаю огромное количество людей, которые находятся у власти, находятся при деньгах, и ни у кого при этом не своровали. Они что, не русские? Или у них русского гена нет? У них там какой-то генный сбой какой-то произошел? Это как раньше был такой лозунг «русский значит трезвый», но это «русский значит честный». Да, хороший лозунг, кстати. Ну и, конечно, вот эта позиция, понимаешь, в глобальном смысле, позиция действующей власти – это позиция временщиков. И об этом говорят очень многие аналитики. В чем позиция временщиков? Захапать как можно больше жить, каждый день как последний, только в плохом смысле. Вот все эти депутаты, все эти министры, они рассматривают, что завтра мало ли что-то произойдет, и завтра уже у них этой сладкой жизни не будет. Поэтому сегодня надо как можно больше украсть, сегодня нужно как можно больше, я не знаю, чего-то себе в карман положить и так далее, чтобы завтра в случае чего… Причем очень много вот проектов, вот даже ты знаешь такие примеры по Саратову. Вот ты принеси проект и скажи, вот смотрите, там, я не знаю, приходишь к Сараеву и говоришь, Сараев, вот есть какое-то предприятие, например. Вот тебе сейчас надо в это предприятие вложить 100 рублей. А там, я не знаю, через год, всего лишь через год, что такое год? Через год ты получишь 500 рублей, еще через год там ты еще рублей. А тебе нужно вложить минимум, он не вложит, потому что ему нужно здесь и сейчас, это позиция временщика. Ему не интересно, что будет через год, ему не интересно, что будет через два года. Поэтому, когда говорят, как они там уничтожают наши леса, как они уничтожают наши реки, как они продают Байкал, да им наплевать на этот Байкал. Они завтра окажутся в своих квартирах в Лондоне, вот Шувалов будет у себя в замке в Лондоне, какой ему Байкал, о чем вы говорите? Их заботит только личная своя шкура, да? Конечно, конечно. Причем здесь, сейчас и сегодня. Даже не завтра. И вот это у них жажда, алчность, она ненасытима. Внутри дырка размером с Бога. Да, черная дыра такая, всасывающая в себя все. Не украдешь, не проживешь, не знаю, я вот ничего ни у кого... Я один-единственный раз в жизни, вот, признаюсь на огромную многотысячную аудиторию, очень давно, когда я был подростком, украл 500 рублей. Представляешь, прям действительно украл. Мне безумно стыдно за это 500 рублей. Вот, но при этом я не воспользовался там какой-то должностной ситуацией. Мне за это очень стыдно. Я прошу перед всеми прощения, никогда в жизни так больше, конечно же, не поступлю. Это был один-единственный раз. И я знаю огромное количество... Причем у меня были случаи, когда я мог бы там воспользоваться какой-то служебным положением и как-то обогатиться, но я этого не делал. Я вообще на 3000 жил, я рассказывал об этом уже. Все, теперь все будут писать, что я главный коррупционер России, потому что я когда-то украл 500 рублей. Это моя исповедь была такая. Серега, ответь про Тармашево, это важно. Я даже не знаю, кто такой Тармашев. Напишите, пожалуйста. Вот он. Прокомментируйте законопроект, а по отборе жилья у задолженков, да? Вообще, так или иначе, сейчас вы это увидите. 2017 год начала, 2017 года и конец 2016-го. Борт ознаменованный тем, что сейчас огромное количество принимается налогов, огромное количество задолженностей. Люди эти налоги не платят. Люди не платят счета, люди не платят капремонт и так далее. Поэтому сейчас основная задача этой власти принять законопроекты, согласно которым можно будет максимально быстро, максимально просто изымать собственность, заставлять, отправлять людей в тюрьму, если они не платят там какое-то большое количество налогов. Причем мы это уже видим. Поэтому изымать собственность в виде квартиры, да, это, конечно, один из самых основных и самых простых вариантов, потому что на квартиры есть у всех. То есть, если ты приходишь в квартиру, а там голые стены, то есть, человек увез куда-то в гараж свое имущество перед тем, как ты пришел, он говорит, а у меня ничего нет, забирайте, а квартиру вы забрать не можете. Поэтому будут изымать квартиры, конечно. И это очень хорошо. Представь, люди, которые аполитичные, у которых отняли квартиры, да, они будут в первых рядах, потому что лишить человека еды и крова, это вот как раз еды нас уже лишили с вами и лишают каждый день. Крова начнут лишать, замечательно, это будет прекрасно. Вот кто нас слушает там из высоких кабинетов, давайте быстрее. Сухой закон и, значит, изъятие квартиры за долги. И все. И вы подписываетесь смертный приговор, и отлично. Хотят в бояр играть крепостных сечь. Да. Да, напоминаем вам о необходимости ставить лайки, дорогие друзья, подписываться на канал, кто не подписан, распространяйте так или иначе видео. Вообще наша программа, она будет меняться и будет развиваться. Вот тут многие, кто посмотрели пять минут и сделали какой-то вывод, так тот или иной о нашей программе, да, они не очень понимают концепцию, концепцию в первую очередь. Поэтому следите. Я думаю, что через несколько недель мы уже увидим с вами совершенно другую программу. Тут про музыку вопрос. Сформулирован он так. Слушаешь Ёлку? Ёлку? Ну, вопрос тогда от себя, но какие группы вообще? Да я говорил об этом, Ёлку не слушаю, хотя, в принципе, не считаю ее чем-то там из ряда вон плохим. Нормально к ней отношусь. Слушаю очень много всего, на самом деле. И я говорил, что раньше, там, несколько лет назад, был такой стереотип у меня, я слушал только рок-музыку, и вообще считал, что все, что не рок-музыка, это все, там, удел говнарей, вот, и поэтому... Сейчас у меня другое мнение, я слушаю очень много разных групп. Я уже перечислял это, и... Если из рок-групп, конечно, это что-то такое уже ставшее классикой, скажем так, это и Сплин, конечно же, и Наутилс Пампириус, и, там, я не знаю, Алиса, ДДТ, разные всякие группы, которые всем известны, да. Шнура не слушаю, хотя... Ну, в смысле, не слушаю постоянно, хотя на время от времени, там, что-то, да, интересное у него нахожу. Так, честно-честно-честно посмеяться. Из такого специфического, что, может быть, не для всех, это Аркона, это Грот, 25-17 уже, нельзя сказать, что не для всех, они уже на широкие массы вышли, да, поэтому разные слушаю музыку. А Ксимирона не слушаю, даже если честно не слышал одну единственную песню, одну единственную песню слышал у тебя на странице, нашел в комментариях, серьезно. Вот, что-то как-то не зашло мне, и я ничего не имею против, но... Не знаю, может быть, как-нибудь послушаю, проникнусь и... Не знаю. Ну, просто не жестко социальный рэп. Да, у нас сегодня был, мы здесь записывали жестко социальный рэп. Сказал, что есть расхождение, не сказал, какие к вопросу о Мальцеве. Я сказал, что есть в каких-то конкретных случаях. Вот вы, там, мы прочитали какую-то новость, и Вячеслав Иславович сказал, вот здесь нужно поступить вот так или иначе, да, а я считаю, что нужно поступить по-другому. Мне просто даже не приходят в голову вот сейчас какие-то примеры. Если я, причем, даже, кстати, в эфире же иногда говорю, что здесь я с вами не согласен. Достаточно часто такое, кстати, бывает, кто у нас постоянно смотрит. Это технические моменты? Не совсем технические, они есть и идеологические, если так уж по-серьезному. В общем, разные бывают случаи. Надо просто каждый конкретный случай. Если вы мне напишите, там, я не знаю, про аборты, вот Вячеслав Иславович говорит о том, что, значит, там, аборты необходимы, у меня там немножко другое представление об этом, да. Вот наши, пожалуйста, расхождения. В глобальном вопросе, не в техническом, в глобальном. И это хороший пример, как можно объединяться, даже имея разные взгляды, да, на какие-то вещи в одной борьбе, да, против серьезных... Да, конечно, но это даже разговора нет, конечно. Давайте какие-нибудь последние пару вопросов, да, и заканчиваем. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Сегодня, наконец, не было никаких проблем с аппаратурой. И я думаю, что больше никогда не будет. Все, так мы заклинаем, заклинаем нашу программу. Мы приложим усилия. Да, безусловно, безусловно, в первую очередь. Мальцев верующий, а ты нет. Я глубоко верующий человек. Вы о чем говорите? Я очень верующий человек. Причем как в мировоззрении своем, так, в общем-то, и в практике. Я религиозный человек, я этого никогда не отрицал. Я не атеист. Ни в коем случае. И как мы с Эдиком, я помню, там почти до драки у нас дошло, в Москве в предвыборный период, мы там сидели на кухне и на эту тему общались. Пытались познать идею Бога на кухне с Эдуардом Бабаджаняном. Интересный у нас был диалог. И я точно не атеист. Вот спрашивают про Кисель-ТВ. Давайте на этом вопросе закончим. Смотрю ли я ватное телевидение? В частности, Кисель-ТВ. Не смотрю в последнее время вообще практически телевидение, кроме спортивного канала, и то там раз в неделю. Это во-первых. Некоторое время назад, в частности в 2013 году, в конце 2013 года, когда начались события на Майдане и потом 2014 год, первую половину, я так вот получилось смотрел телевидение. В частности, новости. Только новости смотрел. И вот когда мне рассказывают о том, что телевидение это там набор бреда и так далее, я на себе испытал, что это не так. И я не знаю, как это происходит, но вот можете считать, что я там... Я не люблю конспирологические теории, но это вот одна из них. Я считаю, что определенное психологическое воздействие даже Кисель-ТВ на людей имеет. Потому что сейчас, анализируя те мысли, которые у меня в тот промежуток времени были, я понимаю, что это не мои мысли. Сейчас я с ними в корне не согласен, абсолютно не согласен. И я считаю, что они в том числе насаждались мне из вот этого Кисель-ТВ. Хотя я постоянно с этим ящиком спорил, я постоянно над ним смеялся, но однако, как-то вот через мой барьер скепсиса какие-то мысли все равно их, их мысли проходили ко мне в голову. Поэтому я не знаю, как это происходит. 25-й кадр или что-то иное, но какие-то подсознательные моменты они включают. Я в этом абсолютно уверен. Поэтому вообще не смотрите телевидение. Раньше я, знаешь, как я это аргументировал? Я аргументировал, что нужно смотреть телевидение для того, чтобы понимать, что и откуда берется в головах вот этих людей. То есть с аналитической точки зрения. Сейчас я считаю, что вообще не надо смотреть телевизор, потому что это чревато. Я не хотел поехать на Донбасс, нет. Да, напоминаю вам в конце нашей программы про опрос, который проходит в группе. Оставляйте свои развернутые мнения. Пишите комментарии в комментариях под этим видео. И можно не только про мои уши писать, можно еще какие-нибудь интересные мысли, которые вам приходят в голову. Присылайте нам свои новости, присылайте нам свои вопросы на электронную почту, ВКонтакте. Будьте активными. Такой вот у меня будет лозунг вам завершающий. Следующая передача в субботу. В субботу, напоминаю, в выходной день в 19.00. Большое спасибо. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...